Армения Армения стала страной, на примере которой политология может изучать разрушительные последствия правления невежественных популистов. Такая оценка прозвучала на международной межпартийной видеоконференции, организованной партией «Единая Россия». Примечательно, что представил этот тезис персонаж, внесший непосредственный вклад в нынешнее состояние Армении. Речь идет о председателе бывшей правящей Республиканской партии Армении, третьем президенте этой страны Серже Сарксяне. Если не принимать в расчет то обстоятельство, что выпады Сарксяна были адресованы действующим властям Армении, то получается весьма любопытная картина. Этот списанный в политический утиль уголовник, находящийся под подпиской о невыезде, пытаясь дискредитировать правительство Пашиняна, невольно напомнил о своем бесславном наследии. По словам Сарксяна, Армения по сей день ощущает на себе тяжелые последствия бездарного управления дилетантов-популистов. Поражение во Второй Карабахской войне стало результатом действий группы преступно-безответственных демагогов, отметил третий президент Армении. Сложно не согласиться с этим утверждением с единственной поправкой на то, что фундамент этого поражения был заложен задолго до прошлогодней развязки. И более того, задолго до событий весны 2018 года, когда к власти в Армении пришел Никол Пашинян. В бытность свою президентом Сарксян почему-то решил, что консервация статус-кво в Карабахском конфликте является для Армении наиболее оптимальным вариантом. Время неумолимо показало, что этот вариант наихудший. Серж Сарксян является собой весьма убедительное наглядное пособие. Бывший лидер Армении – ярчайший пример того, каким позором может обернуться неверно выбранный однажды путь. Его нынешние судорожные попытки заявить о своем присутствии на политическом поле Армении только подтверждают, что лимит этого падения далеко не исчерпан. Сегодня Сарксян публично сетует на то, что действующие власти Армении не сумели по достоинству оценить его жест доброй воли. Именно так экс-президент Армении предпочитает именовать проявление «безволия», иначе говоря свою отставку в 2018. Он тщетно пытается убедить любую попавшуюся под руку аудиторию, что ушел вовсе не под прессингом всенародного презрения. По словам Сарксяна, его отставка преследовала цель дать народу возможность построить лучшее государство. Говоря проще, бывший лидер Армении корчит из себя альтруиста и перфекциониста, способного принести себя в жертву во имя высших целей. При этом он предпочитает скромно помалкивать о причинах, помешавших бывшей правящей партии построить лучшее государство с собственными усилиями. Лукавство Сарксяна неприхотливо и примитивно, и его речь на международной конференции была полностью выдержана в лучших традициях словоблудия. Тем анекдотичнее звучат обвинения в популизме, адресованные Сарксяном правительству Пашиняна. Столь же нелепыми представляются перманентно извергаемые этим уголовником обвинения в нарушении демократических и конституционных норм. Едва ли политик, втоптавший в грязь демократию в Армении и еще в зародыше, может позволить себе рассуждать об этой проблематике, находясь в здравом уме и ясной памяти. Впрочем, здравомыслие Сарксяна явно не тянет на предмет дискуссии, поскольку в этом вопросе все лежит на поверхности. О многом говорит и то обстоятельство, что Сарксян до сих пор активно педалирует карабахскую тему в надежде на сочувствие публике. В частности о том, что карабахская проблематика всегда являлась прикрытием, под сенью которого преступный режим проворачивал свои грязные делишки. Обрекший армянский народ на нищету и блокаду, криминальный клан привык манипулировать тематикой Карабаха в собственных интересах. Выступая на межпартийной конференции, Сарксян заявил, что армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха не завершен. Без реализации мифического права так называемого народа Карабаха на самоопределении говорить об этом преждевременно, полагает бывший лидер Армении. При этом, по его мнению, столь огульное отрицание объективной реальности не стоит воспринимать как проявление реваншизма. В случае с Арксяном это действительно скорее проявление куда более приземленной мотивации, а именно попытки спасти свою шкуру от тюрьмы, спекулируя на карабахской тематике. Серж Сарксян пытается напялить на себя нимб политического диссидента, противостоящего так называемой пораженческой политике действующих властей. Этот прожженный авантюрист рассчитывает на то, что на волне нынешних протестов сумеет добиться для себя некой неприкосновенности. Впрочем, внутренняя кухня Армении представляет для нас лишь опосредованный интерес. Главный момент заключается в том, чтобы Армения, кто бы ни находился там у роля власти, неукоснительно выполняла все свои документально зафиксированные обязательства. В противном случае политическая свалка вполне может пополниться новыми персонажами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова